Мы поднимаем свои руки В которую ты вложил мой дух Оно будет передано в точности Я молюсь о духе премудрости и разуме Дух совета и крепости Дух ведения и благочестия Страхом Господним исполни нас Чтоб мы не судили по взгляду отчей И не решали дела по слуху ушей Но я молюсь о духе премудрости И откровении к познанию тебя Сегодня в этом служении Просвети очи сердце нашего Дай нам увидеть то славное наследие Которое ты имеешь для святых И как безмерно величие твое в нас Иисус Проверь наши сердца Испытай нас Не на опасном ли мы пути И направь нас на путь вечный Мы отдаем все в твои божественные руки Мы смиряемся перед тобою И мы чтим тебя, Господь, здесь Во имя Иисуса Во имя Иисуса Давайте вот в этом состоянии мы Выключим телефоны Мы просто сядем тихонько И максимально не будем ходить по залу Это ради Духа Святого Ради Него Потому что Я верю, нам нужно услышать что-то сегодня И уже было много сказано Я очень хочу быстро переходить к слову Не вижу смысла говорить о себе Пастор уже все объявил И единственное, что я скажу Бог свидетель Для меня огромная ценность Честь и привилегия Быть в этой церкви Я, знаете Приходится ездить много И есть места, где тебя приглашают Есть места, где ты хочешь побывать Я помню Когда я был молодежным пастырем Сидел у себя дома Смотрел Импакт И часто показывали там Вашу церковь Я слушал проповеди Вашего пастыря И это правда Я сейчас не лицеприятничаю Бог видит и знает Мое сердце И я как-то говорил Когда-то хотелось бы мне побывать В этой церкви Знаете, как Бог всегда отвечает Просто будь верен мне И служи мне А я буду исполнять желание сердца И вот Сегодня этот день Слава Иисусу Рад видеть ваши лица Рад, что имею возможность Попроповедовать здесь И хочу просто передать Потому что Когда летел Я думал проповедовать вообще другое Когда был здесь И молился Господь вложил в мое сердце Это послание Которое я хочу передать вам Спасибо всем лидерам Славик Тебе большое спасибо Рома Я полюбил этих братьев И знаете Я думал, что у них всегда Такие Божьи дуванчики были Оказывается в них там Ого-го Что в жизни еще было И смотря на них Ты видишь, что это чудо Божье Что они сегодня здесь И ревностно служат Богу Аллилуйя Слава Господу Всем служителям спасибо Давайте откроем 40 глава Исаии Исаия 40 глава Если есть Библия Максимально, чтобы мы Сосредоточились Потому что я верю Всем сердцем Что Дух Святой Хочет сегодня Забраться Очень и очень глубоко В наше сердце Я верю, что перемены Все начинаются Изнутри нас Когда мы говорим О переменах Это не изменение обстоятельств Дорогие мои Перемены Не приходят без перемен Пока в переменах Не будут перемены Они начинаются из нас И они начинаются Где-то глубоко Внутри В нашем сердце И вы знаете Я абсолютно верю Что Слово Божье Живое и действовало Которое проникает До разделения Вообще Написано Составами мозгов До разделения Души и Духа Знаете куда оно добирается? Слово Божье Добирается До самых намерений Сердечных Потому что Оттуда зарождается Все Все что мы видим В видимом мире Когда вы смотрите На это здание Это результат Чьих-то намерений Когда-то у кого-то Было это внутри В сердце Кто-то вынашивал Кто-то ходил с этим И потом мы видим Что вот эти намерения Они просто были в мыслях Они рождались в словах Они потом двигали личность И потом мы смотрим Он начинает осуществлять Все это видимое Но когда вы смотрите На это все видимое Когда мы возвращаемся И прокручиваем пленку Все Где-то возвращается В намерения сердечные Сегодня я буду С помощью Духа Святого Добираться именно туда Потому что Это спасает нас И верю в то послание Которое Бог вложил В мое сердце Единственное Что мне Бог показал О том Чтобы я проповедовал Сегодня Его в теле В церквях К людям верующим По той причине Что Бог проговорил ко мне Я хочу провести С ними вечность Причина почему Иногда Слово Божье Которое приходит к нам И оно иногда Настолько острое Оно настолько Проницает Внутрь нас И многие бы сказали Лучше бы я сегодня Вообще не пришел бы На это служение Мне легче было Но уже нет оправданий Вы сегодня здесь Я верю нам нужно Услышать это И причина Потому что Бог желает Провести с нами Всю вечность Всю вечность Давайте посмотрим 40 глава Исаия Я верю что Иоанн Креститель Который являлся Пророческим голосом Перед первым Пришествием Иисуса Христа И слово было Пророческое Исаии Который предвещал То что Исполнит Иоанн Креститель Я убежден Внутри себя Что церковь Последнего времени Она не является Послушайте Она не занимает Первенства Она не стоит Скажем Во главе Во главе Стоит Христос И я верю что Церковь Она является Голосом Последнего времени Пророческим Который приготовит Путь ко второму Пришествию Иисуса Христа Вы понимаете Когда Иоанну Крестителю Пришли И сказали Кто ты Это популярная Фраза Последнего времени Кто он Кто ты Чтобы нам О тебе сказать Иоанн Крестителю Сказал Речь вообще Не обо мне Я ухожу В сторону Мне нужно умоляться Ему нужно возрастать Речь о том Кто идет Сзади меня Он встанет Переди меня Речь о нем И он сказал Я просто Голос А вы знаете Что голос Образа своего Не имеет Потому что Во главе Является Иисус Сын Божий Мы пророческий Голос Последнего времени И я верю Всем сердцем Что Бог Подымет Подымет людей Церковь будет славной Но когда мы говорим То что церковь будет славной Мы не говорим О здании Мы говорим О тебе О твоем храме Мы говорим Когда церкви славной Мы верим Что слава Возвратится в то место Где мы создадим Этот жертвенник Без компромиссов Без либеральности Где мы будем проповедовать Чистое евангельское слово И Бог стоит за этим словом И я верю Что это послание Которое было перед первым Пришествием Иисуса Христа Бог возвращает его К второму Пришествию Сына Божьего Он выровняет все кривизны Эти горы понизятся И явится Слава Господня Написано И тогда узрит Всякая площадь спасения Давайте процитируем эти места Быстро и посмотрим Потому что я поведу дальше Я хочу начать с этого места Третий стих Глаз вопиющего в пустыне Приготовьте путь Господу Прямыми сделайте в себе Сези Богу нашему Всякий дол да наполнится Всякая гора И холм да понизится Кривизны выпрямятся Неровные пути Сделаются Гладкими Здесь не написано Что мы будем Выпрашивать Бога Явление Его славы Здесь не написано Что мы будем Просто прорываться В том что пришла Его слава Есть всегда От Бога повеление Которое зависит От нас дорогие Не от Бога И когда мы возвращаемся В Его процесс Когда мы возвращаемся В Его То что Он говорит к нам Я верю что Слава Божья Она является И еще я верю Что Бог ищет Тех людей В чьих жизней Проявить свою славу И злить свое присутствие И злить свое помазание У Бога никогда не было С этим дефицит У Бога дефицит был С личностью Которая приготовит Ему путь И явится слава Господня И узрит всякая плоть Спасения Божья И вот здесь мне нравится Ибо уста Господни Изрекли эти Это За этим стоит Бог Это не просто Мое мнение Мое представление Или мой опыт Это Слово Божье Которое было изречено И дальше написано Куда я хочу повести Всех нас Шестой стих Голос говорит Возвещай Вы знаете что возвещать Сегодня можно Очень много всего Сегодня очень много Посланий Сегодня очень много Проповедей Сегодня так много Насыщенным и Словом Везде проповедуется Слово По телевидению Слово В интернете Слово В книгах печатают Откровения Абсолютные какие-то Не знаю Шаги И много Слова Мы сегодня В обилии Слова Сегодня везде Возвещают Возвещают Проповедуют Но вы знаете Дорогие мои Что я верю Всем сердцем Что то что Много сегодня Звучит Слово Это еще не говорит Что оно согласно Его воле В данное время В этот сезон То что происходит На небесах Библия говорит Что мы должны Настолько быть с Ним Чтобы видеть то Что происходит на небесах И переносить это на землю Мы должны быть Настолько на страже Чтобы распознавать Сезон и время Видеть Отца Творящим Я верю Что мы настолько Должны быть Подключены к Богу Чтобы слышать Его голос И быть Этим голосом На этой земле То есть передавать То что небо Возвещает сегодня На землю Потому что в этом Есть сила То есть это не вопрос Что я чувствую Проповедовать Что я чувствую Говорить Что я чувствую Или переживаю Вы понимаете Что даже наши молитвы Зачастую Они выходят От обстоятельств Мы молимся От ситуаций В которых мы находимся Мы молим От проблем В которых мы окунулись Но когда ты входишь В присутствие Бога И смотришь С другой перспективы Твои молитвы Они не молятся Твои молитвы Не выходят От обстоятельств В которых ты находишься Ты начинаешь смотреть С другой перспективы Абсолютно Ты направляешь В согласии Того Что хочет Он Я попытаюсь С Божьей помощью Показать Вот эти грани От земного К небесному Посмотреть Насколько Сегодня необходимо Нам Пересмотреть Самого себя Людям верующим Служение Людям Которые ведут Других людей Мы сегодня Должны Позволить Духу Святому Пересмотреть Всю нашу Внутренность По одной причине Мы хотим Не только Начать хорошо Мы хотим Закончить Хорошо И сказать Well done Jesus И вот здесь Написано Голос говорит Возвещай Что возвещать? И сказал Что возвещать? Всякая плоть Трава И вся красота Ее Как цвет Полевой Засыхает Трава Увядает Свет Когда дунет На него Дуновение Господнее Так и народ Трава Это библейское Выражение Можете повернуться И сказать Ты как трава Трава засыхает И цвет Увядает А слово Бога Нашего Аллилуйя Пребудет Вечно В этом слове Его воля В этом слове Его хотение В этом слове Его принцип Это то Что приведет нас Дальше Это то Что приведет нас К вечности Дорогие мои Знаете о чем здесь Послание О чем здесь Говорит Бог Пророку Бог направляет Послание Уста пророка Он говорит ему О том О чем он должен Возвещать народу Израильскому Дорогие мои Я верю Что вот в это В этих строках Которые я прочитал Есть мощное послание Которое Бог хочет Передать с неба Для того чтобы Приготовить путь Господу И он говорит Скажи им о том Что все видимое Оно временно Что все видимое Оно временное Все невидимое Оно что? Оно вечное Иисус был с этой Преспективы Понимаете? Мы люди Мы все судим С перспективы земли Потому что Ну как бы мы не хотели Мы все равно Знаете Пришедший с земли Он и судит отсюда Пришедший с небес Он судит с неба Но Я верю Что то что мы имеем Это позволяет нам Заглянуть намного выше Шире и дальше Чем просто Все Отталкиваться От перспективы Земных Каких-то приоритетов Или ценностей Это Иисус Всегда хотел показать Ученикам Ученики приходят К Иисусу Вернее Они подходят К большому храму Храм который был Величествен Наверное приезжали Туристы Позаглядывать На этот великий храм Который был в Иерусалиме И ученики С Иисусом приходят И говорят Иисус Посмотри какой храм Посмотри Какая красота Удивить хотели Иисуса Иисус на них посмотрел И наверняка подумал Ничего не поняли Ничего еще не поняли Вот этот храм Который вы видите Придет время Он будет разрушен Нас людей впечатляют Больше видимые Какие-то вещи Это правда Это правда Это здорово Это нормально Это вполне нормально Нас впечатляют Когда мы видим Что-то в видимом мире Проявляется Или осуществляется И это здорово Но я хочу поговорить Немножко чуть о другом Ученики приходят В другом месте Иисусу говорят Иисус Бесы повинуются Бесы повинуются Имени Твоем И проявления Такие Ух Как здорово Знаете Я очень часто Когда еду служить Где-то И подбираю Определенные происшествия Которые происходили Со мной Но я не знаю Что со мной Сейчас происходит Братья мои Чем больше я стал Искать Бога Чем больше И быть в Его присутствии Бог мне сказал Дорогой мой Не пытайся впечатлять людей Проповедуй Мое слово Изменяет людей Слово Мое Ты приехал И уехал Эмоции Пришли И ушли Но слово Мое Пребывает Вечно В них Семя Которое Приведет Их В небеса Не просто Масса Крутых Свидетельств О том Что сделал Бог И в этом Ничего нет Плохого Но Послушайте Меня Ученики Говорят Бесы Повинуются Твоему имени Иисус Посмотрел На них И сказал Это не та Причина От которой Вы должны Радоваться Это не то Потому что Радость Это элемент Царства Божьего Мы даже до конца Не осознаем Что такое радость Он говорит Если бы вы могли Войти в размеры Вечности Если бы вы могли Понять Что однажды Вы станете Перед моим отцом Он не спросит На какой ты машине Ездил В каком доме Ты жил Когда ты станешь Перед вечностью Ты вдруг осознаешь Что все Что видимое Оно не имело Ценности Ты будешь Одно хотеть Чтобы твое имя Оно было записано В книге жизни И он говорит Радуйтесь тому Что вы поймете Только потом Что это за размеры В какой славе Вы у тебя находиться Что ждет нас Там на небесах И я верю Что у нас Верующих людей Всегда есть причина Для радости Не потому что Ты заработал Тысячу долларов Не потому что Даже что Бог Исцелил твою ногу Но то что ты Поднялся сегодня Утром Ты видишь и слышишь Ты говоришь И ходишь У тебя работают руки Твое имя Записано в книге жизни У тебя есть огромная причина Воздавать Богу славу И прославлять Его На этой земле Ты спасенный человек Иисус просто говорил С перспективой вечности Он понимал Что-то намного дальше Чем то что мы люди Зачастую пытаемся сравнивать Или пытаемся определить Знаете о чем говорит Псалмопевец Один псалмопевец По-моему Псалмокареевых Если я не ошибаюсь Написано такое место Псалмопевец говорит Я едва ли Не позавидовал Нечестивому О чем он говорит Он говорит Потому что он смотрел С перспективы земли Он вроде не служит так Богу У него все получается Он не жертвует столько И его Бог еще как-то благословляет Тут на миссию ездишь Тут опашешь Тут отрудишься Тут в церкви всегда находишься И смотришь на других людей Они вообще теплые Они холодные Они отступники И у них еще что-то получается И в домах хороших живут И на машинах хороших ездят И Псалмопевец говорит Я едва ли не позавидовал Нечестивому И там дальше Псалмопевец написано Да коли Не вошел в освятилище И не увидел Конец Куда он пришел? Он вошел в присутствие Бога Он вошел в размеры вечности Знаете, о чем я с вами сегодня хочу говорить? Я хочу, чтобы вы сегодня посмотрели дальше Самого себя Грубже, чем то, что мы видим Посмотрели важность каждого из нас В этом отрезке времени Библия говорит Вернее, апостол Павел 17 главе Деяния Цитирует и говорит От одной крови Бог произвел весь род человеческий Для обитания по всему лицу земли Назначив им Слушайте Определенные времена И сроки Их обитания Дело в том, что в моей жизни Есть мой отрезок времени Это не просто Прожить его Если я смотрю Немножко шире И дальше Я пойму, что я играю Колоссальную роль В этом отрезке времени В первом псалме написано Что он принесет плод Во время свое У меня есть мое время У тебя есть твое время Если бы мне было больше времени Мы бы еще дальше заглянули В волю Божью Которая не просто измеряется Твоими 70-80 годами Когда мы посмотрим В контекст замысла Божьего Где мы были в нем Еще до создания мира Когда мы заглядываем В откровение Видим эти масштабы То я понимаю Что я Не просто родился В это время Я не просто пришел В этот мир Я не просто существую На этой земле Есть причина Почему я на этой земле Есть причина Почему я рожден И Бог знал Что я рожусь В это время Бога не смущает Эта атака демоническая Бог не переживает Что тьма покрывает Эту землю Бог знает Что если ты родился На эту землю Бог все обеспечил Тебя для того Чтобы ты мог Произвести ту работу Ради которой Он тебя послал На эту землю И Он знает Что ты сможешь уже Потому что Библия говорит Что вера наша Побеждает этот мир Бог знал Что ты родишься В этот сезон Он знал Что ты родишься В этот отрезок времени И Он знаете что В нас верит Больше чем мы Способны это воспринять Бог верит Что ты сможешь Прожить этот кусок Времени И остаться Ему верным Я всегда молился Перед Богом Говорил Господь Я понимаю Я молодой Я понимаю Как оно выглядит Со стороны Я понимаю Слухи Мнения Представления Выводы Все Бог одно прошу Всем никогда не угодишь Помоги одно Тебе угодить Помоги на самом деле Не начать хорошо А пройти этот кусок Времени хорошо Помоги не жить В отравленном христианстве Помоги просто Не жить в компромиссах Бог Если есть возможность Есть на самом деле Способность Прожить эту жизнь Не опозорив Тебя Помоги мне Потому что я Другого христианства Не вижу Вообще Не вижу И Библия говорит Что Он дал нам Этот отрезок Времени И мы несем Ответственность За этот отрезок Времени Но когда-то Это же кончится И иногда Мы настолько Захвачены Этим видимым Вокруг нас О чем я сегодня Хочу поговорить С вами Апостол Павел Говорит в Римлян В 13 главе Он говорит Так поступайте Зная время Потому что Уже час Пробудится нам От сна Ибо ныне Ближе к нам Спасение Нежели когда Мы уверовали Это место Вообще уникальное Поймите дорогие Я не хочу просто Даже говорить о том Что прошел 13 год Начался уже 14 год Все очень быстро летит Все очень мощно развивается Вся Весь мир Он сегодня Охвачен Такой скоростью Где Понимаете Наши родители Которые не имели Ни селфонов Которые не ездили На таких машинах Которые не имели Такой high speed интернет Как-то у них еще Все получалось Там я не знаю Сейчас все В такой скорости Нам все не хватает И у нас не хватает Времени на все Мы куда-то все Сумасшедшим образом летит Все настолько сильно Развивается Дорогие мои Я просто Знаете Хочу сказать о том О чем Что спасение К нам Намного ближе Даже чем то Что началось сегодня Утром Еще больше скажу Спасение уже ближе К нам Чем началось это служение Спасение уже ближе К нам Чем поклонение Вышло Начало прославлять Господа Здесь люди Прославляющие Господа И хочу еще больше Сказать спасение Ближе чем я Начал уже проповедовать Сегодня Еще больше скажу Спасение ближе Чем то Что вышло из моих уст Только сейчас Мы просто Приближаемся К этому дню Настолько быстро Настолько мощно И для некоторых Это может еще Быстрее произойти Чем они представляют Потому что Вечность Она не на расстоянии Рода только Семидесяти лет Девяносто лет Вечность На расстоянии Одного дыхания Оно на расстоянии Одного дыхания Как необходимо Нам сегодня Увидеть что-то дальше Я не отправляю Сегодня в небеса Никого Мы туда придем В свое время Каждый Я сегодня не хочу Кого-то пытаться Загрузить Этим посланием Я верю Что Бог Хочет отрезвить нас Когда апостол Павел Говорит Время пробудится Нам от сна О чем он говорит Он говорит о том Что этот дух мира Он настолько Захватывает нас Он имеет способность Усыплять людей Одурманить людей Чем больше Ты охвачен Этим видимым Тем сильней Ты пропитываешься Этим И твое мышление Напрямую связано Это как продукт Твоего формирования Чем ты пропитываешь себя То будет порождать Мышление И дорогие мои Я верю всем сердцем Что нам Настолько Нужно сегодня Настолько Нужно сегодня Настолько сильно Пребывать в его присутствии Быть с ним Для того Чтобы мы могли Получать Дальше Что-то Шире Чем то Что мы видим Глубже Чем то Мы способны Даже воспринять Мы должны быть Захвачены Им настолько Сильно Чтобы мы могли Что-то видеть Дальше То что говорит апостол Павел То о чем я буду Дальше сейчас делиться Это должно Двигать нами Это должно Помочь нам Прожить этот Отрезок времени Знаете Как это реагировал Иисус К Иисусу пришли И говорят Интересный момент Есть в Луки В 12 главе И пришли к Иисусу И говорят Иисус Рассуди Рассуди Вот здесь у нас Имение И нам нужно Чтобы ты поделил Между нами Вот я хочу Показать вам Некие вещи Как реагировал Иисус Когда Иисус Посмотрел На эти обстоятельства Которые были В судьбах Этих людей И его просили Помочь Разобраться Знаете Как отреагировал Иисус Посмотрите На его На его реакцию И здесь есть Некие вещи Которые я хочу Подчеркнуть Потому что Они играют Как раз Главную здесь роль Смотрите При этом Сказал им Это Иисус Говорит При этом Сказал им Смотрите Слово Смотрите Это наблюдайте Будьте внимательны Смотрите И второе Берегитесь Смотрите И берегитесь Берегитесь Значит Опасайтесь Чего-то Бодрствуйте Будьте внимательны На то Что происходит В видимом мире И он говорит При этом Сказал им Смотрите Берегитесь Любосижание Что такое слово Любосижание Любосижание Это стягивать Под себя Но вопрос Даже не в этом Послушайте Я сегодня Покажу Совершенно Другие Грани В этих местах Которые мы Все знаем Вопрос Не в том Что Он стягивает Себя Вопрос в том Что он Видит Только себя Поэтому Стягивает Под себя Он Видит Самого Себя Иисус Говорит Берегитесь Любосижание Ибо Жизнь Человека Не зависит От изобилия Его имения Аллилуйя Жизнь Это не обстоятельства В которых Ты находишься Это состояние Внутри Тебя Дорогие Мои И сегодня Нужно Больше И больше Говорить Об этом Что жизнь Человека Она не зависит От изобилия Его имения Сегодня Многие из вас Узвечаете Очень богатых Людей Которые Заканчивают Жизнь самоубийством Я убежден Что если бы Жизнь Измерялась Состоянием Которое Человек Имеет Сегодня Многие люди Не находились бы В такой депрессии В таком унынии В таком разочаровании Потому что Это совершенно Элемент царства Божьего Это ничего Не имеет общего С тем Что человек Имеет вне Это состояние Человека Внутри И здесь Иисус Направляет Куда-то И говорит И сказал им Причту Посмотрите Как Иисус Пытается раскрыть Вот эту ситуацию И говорит У одного Богатого человека Был хороший Урожай В поле И он Рассуждал Сам Собою Знаете Что здесь Мне показано Что я вижу Что я вижу Вот в этой Прище Я вижу Другую Теперь Сторону Сначала Иисус Сказал Жизнь Человека Не зависит От изобилия Его имения Он как бы Расставляет Приоритеты И ценности Потом он Говорит Другое Слушайте Он говорит Что теперь У одного Человека Как бы Преподавая им Пример Чтобы проиллюстрировать Именно позицию Царства Божьего И он говорит Что у одного Человека Был хороший Урожай То есть У него Был успех У него Получилось Что-то У него Было Что-то В своей Жизни И теперь Вопрос Был Не в том Что он Имеет А вопрос Как он Справится С тем Что он Имеет Понимаете Вопрос С тем Очень легко Говорить людям У которых Ничего К примеру Нет в жизни И им даже Нечего терять Им нечем Справляться Меня Интересует Другое Как нам Людям Которых Бог благословляет Когда Бог Дает успех Когда Бог Дает большую Церковь Когда Бог Благословляет Большим Служением Как справиться С этим Чтобы остаться Верным Нашему Господу Иисусу Христу И вот здесь Интересный момент У него был Огромный урожай И куда Смотрите Иисус Пытается Добраться Вот здесь Очень интересно Вот где Интересный момент Откуда Все зарождается Все видимое Откуда Потом Проявляется Написано И Он Рассуждал Сам Собою Я верю Именно туда Смотрит Бог Я именно Верю Туда Проницает Дух Божий Когда Человек Остается Наедине Сам Собою Честным Когда Мы Начинаем Рассуждать С тем Что мы Получили Или Что у нас Есть Когда мы Начинаем Быть Одни И Бог Смотрит Именно Туда Потому что Он знает Что там Будут Приниматься Решения Там Будет Все Происходить Потом Когда мы Смотрим На последствия Мы Пытаемся Судить По взгляду Очей Мы Решаем Дела По слуху Ушей Но Дух Божий Смотрит В этот Момент Когда человек Находится Один Внутри Со самим Собою В сердце Туда В намерение Его внутреннее Мы сейчас Здесь все сидим Каждый По своему Воспринимает Слово Я верю Что Дух Божий Проницая Глубины Божьи Он знает Мысль Какая у Бога Он проницает К нам Он заглядывает В наше сердце Насколько мы Способны Принять Сейчас Некоторые Смотрят И говорят Кто ты молодой Что ты способен Здесь меня научить Кто-то по другому Смотрит Кто-то открыт Кто-то просто смотрит Как эта проповедь Будет выглядеть Но дорогие мои Я обежден Что Дух Божий На этом месте Проницая Сердце Он смотрит То что происходит Какая реакция Внутри нас Насколько Именно там Все зарождается Там Оттуда Будет все вытекать Библия говорит Больше всего Хранимого Храни что? Сердце Оттуда Источники жизни Оттуда Все выходит В моей жизни И вот смотрите Куда Иисус Просто проницает В своей прище Он говорит Он рассуждал Сам собою Что мне делать? И вот От его решения Слушайте Будет зависеть Так много Это причина Но послушайте Что Иисус Показывает здесь Зачастую Бог тебя благословил Бог тебя благословил Бог благословил Тебя может В финансах Бог благословил Тебя в других Каких-то Сферах жизни Всегда будет вопрос Что ты будешь С этим делать? Что ты будешь С этим делать? И это не даже Главный поинт Я куда-то доберусь С помощью Духа Святого Здесь просто пока Некие вещи Которые вскрывают Иисус И Он дальше говорит Никуда мне собрать Плодов Чьих плодов? Моих Слушайте Где концентрация? Моих И сказал Вот что я сделаю Сломаю житницы мои И построю Соберу туда Весь хлеб Чей? Мой И все добро Мое И скажу Душе моей Душа Много добра Лежит у тебя На многие годы Обеспечил себя Своих деток Правнуках Все уже позабочено И вы знаете Что интересно Что Он говорит Много добра Лежит у меня Ешь Пей И веселись Такое ощущение Что вот то Что Он собрал Будет определять Его Годы прожитые На этой земле Вот вроде бы От имения Зависит Сколько он проживет Но Бог сказал ему Безумный В эту ночь В эту ночь Душу твою Возьмут У тебя Кому же Достанется То что Ты Заготовил Это речь Не только Сейчас я говорю О финансах Я сейчас говорю Намного глубже Просто послушайте Попробуйте Воспринять Даже служение Которое тебе Бог доверил Кому Оно достанется На ком оно Сконцентрировано Что ты делаешь С тем Что Бог Тебе доверяет Семья Твоя Работа Твоя Жизнь Твоя Ресурсы Дары Таланты Влияние Помазание Смотрите Как Иисус Говорит В эту ночь Отберут От тебя Душу Знаете Что самое Сложное Человеку Иногда Перенести Давайте Возвратимся Потому что Все все равно Будет измеряться Состоянием Будет измеряться Ресурсами Будет измеряться Серебром Будет измеряться Тем что Человек владеет Вы знаете Что самое Сложное Для богатых Людей Это то что Когда они Вдруг встречаются С тем что Они думали Все будет Так всегда Продолжаться Но оно когда-то Обрывается Когда-то Заканчивается Все видимое Но временно Настолько Сильно И вдруг Они стоят Перед неизвестной Чертой И знаете Что самое Сложное Им Самое Сложное Это то что Они всю жизнь Вкладывали В эти видимые Вещи Жертвовали Детьми Жертвовали Временем Они Всего себя В погоне В этой системе Они инвестировали Во все то Видимое И все то Видимое Где-то глубоко В намерениях Было сконцентрировано На их же самих Потому что Библия говорит Что все что в мире Это похоть И чей похоть плоти И гордость Житейская Все это Сворачивается На человека На его эго Оно всегда Противится Богу Живущий по плоти Богу не может Угодить Потому что Это противление Божьим законам Божьим намерениям Божьей воле Люди Даже слушая Слово Где-то внутри У них Сразу реакция Потому что Их образ жизни Не соответствует Тому что Говорит Бог И зачастую Люди Не способны Даже проглотить Когда Бог Направляет Нас Дорогие мои По какой причине По той причине Что-то Враждует Всегда Это Враждует С Божественным И здесь Интересный момент Что Иисус говорит Смотрите Так бывает С тем Кто собирает Сокровища Для себя Один богатый Человек Умирая Сказал жене Чтоб она Все его финансы Положила Ему в гроб Она сказала Нет проблем Любимый Когда он умер Она выписала Чек И положила ему В гроб И сказала Раскешишь Там на небесах Иисус делает Вывод Это просто Иллюстрация Проявить Он рисует Картину Вот здесь Вывод Слушайте Он говорит Так бывает С тем А в категорию Тем Может попасть Любой человек Он говорит Теперь Так бывает С тем Кто собирает Сокровища Для себя Видит только себя А не у Бога Богатеет Смотрите Как апостол Павел На это реагирует Это место знакомо вам Я просто подчеркну Здесь некие только вещи 1 Тимофея 6.6 Он говорит Великое приобретение Быть благочестивым И довольным Вы понимаете Что это не происходит За один день Это приобретать нужно Это наклонять сердце Нужно сюда Великое приобретение Быть Благочестивым То есть это состояние Внутреннего человека Это не наиграешь Это не просто Знаете Пытаться выразить что-то Ты или есть такой Или тебя нет таким То есть ты или Сформировал себя так Или ты не сформировал себя Ты позволил Богу Что-то делать Для тебя Или ты не позволил Но быть Это отличается Чем называться Ты должен быть этим Ты должен наклонять сердце В этом Направлять себя В этом Чтобы приобретать 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 ты это сможешь Только когда ты находишься Вот в этом состоянии Святилища Когда ты смотришь Намного дальше Только вот здесь Ты способен Распределять Жизненные приоритеты Ценности Только вот тут Ты можешь принимать Вот эти решения Потому что Если ты не находишься В освятилище Ты не сможешь смотреть С перспективы вечности Чем больше ты живешь По плоти Тем сильнее Все твои решения Вся твоя реакция Все твои выборы Они с перспективы земли И мы иногда даже хотим Божью волю Божьи проекты Все равно Преподносить их В системе этого мира Чтобы не отличаться Чтобы казаться Что мы прогрессивны Что мы настолько умеем Правильно управлять И все остальное Дорогие мои Я не против этого Но нам необходимо Быть в освятилище Для того Чтобы видеть дальше немного Чтобы прожить этот отрезок И чтобы люди сзади нас сказали Если служить Богу То как пастырь мой Как мой папа Как моя мама Как мой брат или сестра Я верю Что мы есть Это свидетельство Мы есть Это письмо Которое читают люди И апостол Павел говорит Великое приобретение Быть благочестивым и довольным Все познается в сравнении Знаете Все познается в сравнении Кто из вас начинал ездить в Мексику Много лет назад Мы начали ездить в Мексику И приезжали туда И там так бедно живут И мы так смотрели Я первую поездку Никогда свою не забуду Потому что она была самая тяжелая Мы не спали много ночей Ехали на какой-то такой машине Грузовой Там везли кучу Всяких вещей По благотворительности Зима Холодно Печка не работала Эти штуки не работали В общем все замерзало Мы окутали одеялами Свои ноги Себя Выливаем по дороге Бутылки воды Протираем Этот трак еле едет Мы там столько часов Туда Там на границе Нас не пропускают Короче Очень сильно были усталые Усталые были настолько сильно Что не хотели уже Не проповедовать Не молиться Ничего В общем Словом Я возвращаюсь домой Насмотрелся на этих деток Насмотрелся на этих бедных людей И она увидела Как они плохо живут И вдруг ты возвращаешься домой Я помню Приехал в 3 часа ночи Сел на свой диван Моя жена встала Подошла ко мне Села расспрашивать Как все было А я вообще в другом мире Я смотрю Я смотрю вокруг Все что у меня есть Я говорю Господи Спасибо тебе О спасибо за этот дом В котором я живу Боже мой Та сосиска в холодильнике Которую никогда не хотел есть Я буду ее есть Она такая классная Бог спасибо тебе За эту горячую водичку Я просто пошел мыться Понимаете Ты раньше на это вообще Внимание не обращал Сейчас на это смотришь Другими глазами Вообще оцениваешь Я думаю О боже мой Какие бедные мексиканцы Молимся за них Там благословляем их Думаю Ну как им тяжело там Все это происходило В моей жизни Пока я не попал в Пакистан Когда я попал в Пакистан Я увидел Как люди живут Я думаю Ну мексиканцы Готовьтесь Бедные Трудно им там Я к вам приеду Я запроповедую вам Как есть трудно Понимаете Получается То есть Ты начинаешь Видеть по другому Пока не попадаешь В определенном Стоятельство И окажется Что Есть еще кто-то Кому-то еще хуже Какие мы благословенные С вами дорогие Даже не представляете Мы за три года Уже в 15 странах Работаем И я скажу Я до сих пор Еще не встретил Нигде Ни одной страны Такой Как где мы живем С вами При всех катаклизмах При всех Политических Экономических Ситуаций Мы все равно Благословеннейший Народ здесь На этой земле И апостол Павел Говорит очень быстро Потому что время убежало Ибо мы ничего Не принесли В этот мир Ибо мы ничего Я просто другие Поинты здесь показываю Я не говорю о финансах Сейчас Я не говорю О том что вы имеете Я сейчас говорю О состоянии Я сейчас говорю О приоритетах Я сейчас говорю О том как нам прожить Этот отрезок времени Почему мы имеем То что имеем Почему мы живем То что мы живем Здесь совершенно в другом Я подчеркиваю мысли Ибо мы ничего Не принесли В этот мир И явно Что ничего Не можем вынести Из него Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, потому что весь смысл вообще не в этом. Весь поинт жизни вообще не в этом. Вся цель моей жизни совершенно не в этом. Это можно только понять, пережить, получить. Чем больше ты входишь во святилище и видишь конец. Чем больше ты ходишь во святилище и видишь конец. И апостол Павел говорит, имея пропитание, будем довольны. А желающие обогащаться, они впадают в искушение. Не богатство портит, не деньги портят. И вы это все знаете. Желающие, все вот где-то там зарождается, в невидимом, где человек остается сам собою, когда человек принимает решения, когда человек представляет жизненные приоритеты, где-то внутри, в намерении, в сердце, в духе человеческом, что-то зарождается. И он говорит, а желающие обогащаться, впадают в искушение, в сеть и во многие безрассудные, вредные похоти, которые, я подчеркиваю здесь, потому что это отревожит сильно, погружаются, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые. Вот это мне страшно. Боже мой, я не могу это спокойно читать. Оно меня будоражит. Искренно говорю, Бог свидетель. Здесь речь настолько подчеркивает апостол Павел, что-то важное. Посмотрите, он говорит, что то, что он перечислил сверху, он говорит, которому некоторые, предавшись, уклонились от веры. И сами себя поверили многим скорбям. Друзья мои, я не верю, что веру можно иметь без близких взаимоотношений с Богом. Я не верю, что веру можно иметь, не имея близости с Иисусом Христом. Это люди, которые были с Иисусом близко. Это люди, которых ты мог видеть на всех служениях, на всех молитвенных ящейках. Это люди, которые горели по Богу. Это люди, которые страшно пылали духом. Люди имели веру, веру внутри себя. Люди, которые были близко с Иисусом Христом. Ну что-то, как-то стало происходить. Они стали заглядывать больше в то, что происходит вокруг них. Они стали заглядывать в судьбы других людей. Они стали больше и больше отдаляться от того, чтобы пребывать в слове, от того, чтобы пребывать в молитве, о том, чтобы вести жизнь в посте, о том, чтобы входить во святилище. Это не происходит за один день, дорогие мои. Все происходит, кто овладеет твоим вниманием, тот овладеет твоим поклонением Они стали забирать взгляд, смотреть на все видимое Вдруг, где-то внутри, они стали попускать эти компромиссы Это что-то стало происходить, они стали позволять по чуть-чуть те вещи Которые пять лет назад они говорили, никогда не хочу это позволить Вдруг начинает что-то происходить в сердце Их уже не видно больше, так в церкви часто Их уже не видно больше в других местах Они не жертвуют больше, как жертвовали раньше Они не ездят, как ездили раньше Они не проведают других людей, как проведывали раньше Потому что раньше они горели Раньше они настолько были захвачены Богом Раньше их приоритеты были другие Их ценности были другие Но вдруг что-то стало происходить И шаг за шагом, и за дня в день, и с месяца в месяц Эти люди начинают меняться Почему? Потому что начинают смотреть и быть захвачены тем, что вокруг них И где-то внутри стают попускать некие вещи И он говорит, эти люди, они уклонились, отвергли И сами себя повергли многим скорбям И вот он говорит молодому человеку Тимофею Смотрите, куда направляет апостол Павел Ты же человек Божий Он как бы вырывает его Отрезвляет его Ободряет его И говорит, ты человек Божий Убегай этого Представьте Не заигрывай с этим Не завидуй Не наблюдай Не заглядывай Рано или поздно Ты переступишь эту черту Ты же человек Божий Убегай этого И преуспевай в правде В благочестии В вере Любви И терпении Кротости Подвижайся добрым подвигам веры И смотрите, что говорит апостол Павел И держись В вечной жизни Которой ты призван Зачем, что он говорит Ухватись за вечность Она поможет тебе Она вытянет тебя Держи что-то перед собою Дальше Чем то, что ты видишь своими глазами Смотри дальше Это уникально Ты призван К этой Вечности Филиппицын 3 глава 18 стих Апостол Павел говорит Ибо многие, о которых я часто говорил вам А теперь даже со слезами говорю Поступают, как враги креста Христова Их конец погибель Их Бог чрева Слава их в сраме Они мыслят О земном Страшные слова Он не боится называть вещи своими именами Знаете почему? Апостол Павел настолько был Захвачен Богом Он настолько Понимал Сердце Бога Я верю, что Через то, что нес он Его главная была цель Помочь людям пройти Этот отрезок времени Он говорит Наше же жительство На небесах Откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа Они мыслят О земном Их мышление Захвачено В одном месте написано Очень страшно Где в Римлянам 1.28 Апостол Павел говорит За то, что они Не заботились иметь Бога В разуме Не заботились иметь Бога В разуме Знаете, я понимаю Что сейчас мы как бы Я подвожу К очень непростому моменту Но Дорогие мои Я знаю, что есть Есть выход Настолько большой Сильный Есть выход В Иисусе И я всегда задавал вопрос Бог Есть люди Которым ты можешь подражать Я верю всем сердцем Что так сегодня Нужны Авторитеты Люди На которых мы могли бы Тоже посмотреть Есть ли такие люди Которым удалось Пройти этот отрезок времени Они не шли на компромисс Они настолько были Преданы Богу Всю свою жизнь Господи Есть ли такие люди Я понимаю Что мы часто говорим Нужно смотреть на Христа Это правда Дорогие мои Но так же Каждый из нас Представляет Христа Апостол Павел Понимал этот принцип Он говорил У вас много учителей Мало отцов Но в другом месте Он говорит Знаете что Он говорит Подражайте мне Как я подражаю Христу Я верю Что нам нужны Эти люди Подражания Нам нужны Эти служителя Где мы видим Что они не просто Начали Они не просто Где-то на эмоциях Что-то сделали Наездили Накричали Наделали Крусейдов Эти люди Прошли отрезок Время Сезон Обстоятельства Разные моменты В жизни Но они Вышли из этого И они остаются Непобедимыми Непоколебимыми Они не просто Не проигрывали Ни разу Они просто Не сдавались Никогда Пройти Этот отрезок Времени И когда ты Смотришь на них Ты Господи Говоришь Если у него Получилось У меня тоже Есть возможность Это Бог Я верю Нам нужны Эти авторитеты И среди молодежи И среди старшего Поколения Нам нужны люди Которым ты можешь Подражать Это люди веры Это люди веры И когда я просто Молился об этом Господу Отец Небесный Повел меня В 11 главу Евреям Я сейчас пойду К заключению Но я увидел Этих людей И они есть Даже здесь у вас И они есть В других местах Но я хочу Опереться на Священное Писание И выйти с нами Куда-то И посмотреть что-то 11 глава Евреям Написано О людях Которых весь мир Не мог воспринять Дорогие мои Они отличались От всех других людей Не одеждой Они отличались Не местом жительства Не тем Даже что они имели Эти люди были другие Потому что они были Совершенно по-другому Сформированы Их мышление Было настолько Отличаемого От системы мира От того образа Которым жил Весь народ И я хочу Немножко обратить На это внимание Эти люди Написано Их весь мир Не был достоин Их не могли понять Они не умещались В разум Услышьте что здесь написано Если можно Клавишник выйти Смотрите что здесь написано 11 глава Римлянам 13 стеси Смотрите Все эти Умерли в вере Не получив Обетований Боже мой Эти люди Не просто прожили В вере Эти люди Даже умерли В вере Не получив Обетований От Бога Вы представляете Что за образ жизни Был у этих людей Я думаю Господи Здесь молимся неделю И Бог не отвечает И ты уже хочешь Разочароваться Во всем и во всех Людей все которые Помолились несколько лет И Бог не ответил И мы просто тыкаем И говорим Бог ты же мне обещал Такое служение Ты же мне обещал Послать эти финансы Ты же мне обещал Дать лучшую работу Ты же мне обещал Сделать то-то или иное Дорогие мои И иногда Бог Просто по каким-то причинам Мы не видим в процессе Неких ответственных Обетований в нашей жизни И мы способны Разочароваться И я не просто Сейчас вам проповедую Я себе это сейчас говорю Я себя сейчас проверяю Но эти люди Они умерли В вере И даже не получив Обетований От Бога Я хочу просто ободрить вас Дорогие мои Те папы и мамы Которые молятся За своих детей И может сегодня Вы их не видите С Богом Я вас просто поощряю Возвращаться в это слово Я верю Что Бог будет давать вам веру И вы придете в состояние Даже если вы в этой жизни Не увидите своих детей Просто спасенными Все равно умирайте в вере Зная что Бог Их все равно спасет Они будут служить Господу Мы должны остаться в вере Нашему Иисусу Христу До конца До последнего своего дыхания Они умерли в вере Не получив обетований И написано Они издали Видели он Что-то они видели Перед собой Они издали Видели он И радовались Чего вы радуетесь Вам Бог Не ответил Чего вы радуетесь У вас ничего нет Смотрите Как люди живут Вот они радуются А что вы радуетесь Потому что жизнь человека Не зависит от изобилия Его имени Радость это элемент Царства Божьего Эти люди радовались Этого недостаточно Знаете что написано Они говорили о себе Мы странники и пришельцы На этой земле И 14 стих Позволяет всем нам Быть в категории этих людей Это не заканчивается Это не заканчивается только На евреям 11 главе Деяния продолжаются И здесь написано Ибо те которые так говорят Где эти сегодня те Которые так говорят Ибо те которые так говорят А значит так мыслят А значит так мыслят А значит так живут А значит так верят Ибо те которые так говорят Показывают что они ищут отечество И если бы они в мыслях Он сказал их слава в сраме Они мыслят о земном Если бы они в мыслях Имели то отечество Из которого вышли То имели бы время Возвратиться Опуститесь ниже Я покажу вам один момент Дальше там В 24 стихе Уникальное место В евреям 11 главе 24 стих смотрите В верою моисей И придя в возраст Отказался Называться сыном Дочери фараоновой Услышьте Его никто не упрашивал Его никто не заставлял Его никто не бил И не выгонял Но когда он пришел в возраст Вы даже не представляете Как Бог сильно Ревнует о том Чтобы мы могли возрастать В нем Расти в нем Развиваться в нем Придя в возраст Здесь идет речь о том Что он мог Самостоятельно Принимать свое решение Церковь услышьте Когда он пришел в возраст Кто отказался Называться дочером фараоновой Он сам Апостол Павел говорит Пока я был младенцем Я по-младенчески мыслил Я по-младенчески говорил Когда Когда я стал Я стал взрослее Я оставил младенческое Это решение Которое принимает человек Верою придя в возраст Моисей отказывается то Куда сегодня многие стремятся Моисей Что ты делаешь Что ты делаешь Это такая позиция Ты же можешь влиять оттуда Ты можешь оттуда проповедовать Евангелие Моисей Отчего ты отказываешься Лучше захотел Страдать с народом Божиим Нежели иметь Временное Греховное Наслаждение И поношение Христова почел Большим для себя богатством Нежели египетские сокровища Моисей Что ты делаешь Сегодня весь мир Туда стремится Туда весь мир Сегодня хочет попасть Такая высокая позиция Он не просто отказался Пожертвовать Тысячу долларов Дорогие Это не просто сделать Какую-то Ну небольшую поездку На миссионерскую Нам кажется Такую цену мы заплатили Дорогие мои Этот человек Имел настолько Высокую позицию Он мог быть Принцем в той стране Он мог быть Сыном дочери фараоновой Ему принадлежало все Но что-то он видел То, что многие мы не видим Что-то он переживал Его сердце Что-то двигало Моисеем Что он совершенно Не придал ценности Этому, что он имел Он что-то должен Увидеть больше Он что-то должен Увидеть намного дальше Моисей отказывается Отказывается сам И идет страдать Народом Божьим Дорогие мои Страдания Моисея Не были в том Что ему нужно было Пожертвовать Сыном своим Или пожертвовать Домом своим Страдания Моисея И поношение было в том Что он исполнял Волю Божью Ему приходилось Столько слышать От тех людей Которым он служит Ему приходилось Только переживать От тех Которым он отдавал Всю свою жизнь Но он выбрал Исполнить то Ради чего он был Рожден на эту землю И это видимое Оно не захватило Его внимание Оно не захватило Его жизнь Он как бы Видя невидимого Он был тверд Он просто И шел дальше Он что-то видел Перед собою Что все видимое Не имело Той ценности В его сердце Это безумное решение До многих людей Многие люди Не могут понять Таких людей Они сами Не могут понять Что с ними происходит Они просто Во святилище И он производит В них это хотение И вот эти действия Иногда кажется Безумное решение Но с этими решениями Стоит Бог И потом Бог не стыдится Этих людей Называя себя Их Богом И поношение Христово Почел Большим для себя Богатством Нежели Египетские сокровища Ибо он взирал На воздаяние Он видел Что-то дальше Перед собой Верой он оставил Египет Не убоявшись Гнева царского Ибо он Как бы Видя невидимого Был тверд Галатам 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 Апостол Павел Так и мы Доколе были В детстве Были порабощены Вещественным Началом мира Я заканчу 16 стих В 11 главе Я возвращаюсь Туда вверх Откуда я начал 11 глава 16 стих Написано О этих же героях Веры Но они стремились К лучшему Скажите К лучшему Они стремились К лучшему Как нам надо Откровение Вечности К лучшему Это не чуть-чуть Лучше Многие говорят Что не хотят Вечность Но Бог Сердце видится Честно В сердце Когда ты посмотришь Не хотят По одной причине Нет откровения Нет просто Откровения О вечности Многие Когда слушают О том Что Нам придется Перейти И все Наши откровения О вечности Это стоять В белых одеждах С крыльями Сзади нас И 24 часа Петь Аллилуйя 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 Они не могут 15 минут поклониться Когда начинают Думать про вечность Начинают думать О том Что придется Только петь Там на небесах Им вообще Стоит уже плохо И они смотрят На дом И думают В вечности Смотрят на своем Стоятельстве Но не хотим Еще туда Нам церкви Хватает на прославление Мы хотим Вот здесь Побыть вокруг Своих деток Своих детей Дорогие мои Мы не будем там петь 24 7 Оно все само Будет воспевать Изнутри вас Там будет такая жизнь Которую нам трудно Воспринять даже То что самое Сильно можно переживать Здесь на этой земле Там намного лучше То есть Насколько нам нужно Откровение Насколько нам нужно Понять то что Мы сегодня Инвестируем в царство Божие Мы что-то делаем там И там Бог Готовит для нас Иисус сказал Я приготовлю для вас Место Я приду Обратно возьму вас К себе Если вы могли бы Увидеть ту славу Которую я имею Там от отца моего Если вы имели Просто понимание Вообще Куда вы идете Вот это видимое Оно настолько Теряет ценность Вы бы инвестировали Всего себя В отрезке В этом времени Вы бы богатели У Бога Это бы не стоял вопрос Что надо делать Вы просто готовы Вы бы инвестировали Всю свою жизнь Потому что Если вы имели Понимание Что вы готовите там И всю вечность Которая не вмещается В наше мышление Потому что Наш разум Не способен Воспринять эти размеры То что никогда Не заканчивалось И не начиналось То что всегда будет И мы там будем Всю эту вечность Наши мозги Выключаются Мы не способны Воспринять Эти размеры Дорогие мои Но я хочу сказать вам Мы куда-то идем К лучшему К лучшему К лучшему И Библия говорит То есть к небесному Посему и Бог Не стыдится Не стыдится их Не стыдится ли он меня Ты можешь выглядеть Перед людьми Очень здорово Помоги мне Бог Я попросил его Я понял Что когда ты ходишь Перед Богом Тебе не трудно Ходить перед людьми Когда мы ходим Во свете Подобно как он Во свете Мы имеем общение Друг с другом Тебе нечего скрывать Наигрывать Зачем оно Я не вижу смысла Христианства Вообще не вижу Я верю в то Что мы должны Иметь страх Божий Ходить перед Богом Перед Ним Так тяжело угодить Всем Так сложно Всем нравится Так сложно Меня другое волнует Когда Бог смотрит На мою жизнь Может ли он сказать Я не стыжусь Если Бог Посмотрит сейчас Вашу семью Если Бог Посмотрит Когда вы Один на один Когда Бог Посмотрит Ваше сердце Ваши мотивы Ваш образ жизни Ваше служение Может ли он сказать Я не стыжусь Их Они мои Я верю Я верю Что все Что Бог Дал В моей жизни И вашей жизни Силу Тело Энергию Возможности Таланты Дары Финансы Семью Детей Дом Все что имею Оно принадлежит Ему Оно абсолютно Принадлежит Ему Ибо он Приготовил Им Город В Малахии Последнее место Мы молимся Написано Такое Такие слова Которые Бог говорит Я хочу Ободрить их Вами Группа Прославления Я хотел бы Поклониться Вместе с вами Здесь сейчас Если можно В Малахии В первой Вернее В третьей Главе Смотрите Что здесь Написано 13 стих Бог как бы Говорит То что он Видит За кулисами Дерзостны Предо мною Слава Ваши Говорит Господь Вы скажете Что мы Говорим Против Тебя То есть Это как бы Знаете Ты можешь Не говорить Но Бог Видит сердце А там Говорит Что-то Вы говорите Четно Служение Богу И что Пользы Что мы Соблюдали Постановление Его И ходили В печальной Одежде Перед лицом Господа И ныне Мы считаем Надменных Счастливыми Лучше Устраивают Себя Делающие Беззаконие Хотя Искушают Бога Но Остаются Целые Друзья Я верю Всем сердцем Есть такое Состояние У нас Оно бывает У меня Оно бывает Ты можешь Не говорить Словами Но где-то Внутри Себя Ты понимаешь Боже Ты иногда Стараешься Пробуешь Делаешь И смотришь Другие Так не напрягаются У них Как-то Все вроде И получается Появляются Какие-то Мысли Приходит Иногда Усталость Вроде бы Ты в церкви Вот здесь Все разошлись А ты здесь В пелесосе Все уехали А тебе надо Что-то делать Здесь Все сейчас Поехали И кушают А ты Остаешься Обратно Что-то Готовишь И тебя Не видно Перед людьми И ты Внутри Себя Можешь Иногда Допускать Эти мысли И думать Боже Мой Ну Вроде Но 16 Иси Говорит Но боящиеся Люди Бога Вот почему Я верю Мы нужны Друг Другу Мы должны Быть В деле Но боящиеся Люди Бога Они говорят Друг Другу Вынимает Господь И слышит Это И перед лицом Его пишется Памятная книга Халлелуя Обоящийся Господа И чтущих Имя Его Они будут Моими Говорит Господь Саваоф С собственностью Моею В тот день Обязательно Будет тот день Дорогие мои Обязательно В твоей жизни Будет тот день Даже люди Не видят Может не похвалят Не побьют По плечу Может не будет Так много Красивых слов В твой адрес Но я убежден Одно Это держит Меня Дорогие Что бы ты ни делал Есть книга Которая пишется Есть Бог Который вникает Во все дела Наши Он создал Сердца наши Он вникает Во все дела Наши Дорогие мои И он говорит Они будут моими Они будут моими Я не стыжусь их Я верю С такими людьми Бог идет в огонь Бог идет в воду Бог идет в обстоятельства Кажется Невыносимо Кажется Никогда не разрулится Все Но как-то происходит Ты выходишь Опять с этой ситуации Потому что Бог с тобою там Он видит Сердце твое Он знает Посвящение твое Он знает Цены Он знает Насколько ты Предаешь себя ему Пишется Памятная книга Боящихся Бога И чтущих имя Его И написано Что они будут моими Говорит Господь Савов С собственностью моею В тот день Который я соделаю Я буду миловать их Как милует человек Сына своего Служащему Ему И снова увидите разницу Между праведниками Нечесивым Между служащими Богу И не служащими Ему Дорогие мои Речь не о финансах Речь не о богатстве Речь не о том Что мы сегодня имеем Я верю Что Бог Это мое откровение Я верю всем сердцем Что Бог сегодня Ищет людей Которых Он хочет Благословить Которым Он хочет Доверить Которых Он хочет Поднять Он знает Он просто ищет Тех людей Че сердце будет Настолько предано Ему Как Библия говорит Когда богатство Умножается Сердце свое Не прилипляй к этому Живи вечностью Пребывай в этом слове Находись во святилище Инвестируй всю свою жизнь В это слово Которое Бог говорит В твою жизнь И в его волю Я верю Что Бог ищет тех людей Которым доверить Чтобы они могли Справиться с тем Что Он доверяет Дорогие мои Я верю Что эта церковь Она будет идти дальше Сегодня 2014 год Время неумолимо лежит Все летит Со скоростью Такой Дорогие мои Я верю Что пролетит Еще один год Пролетит Еще один год Но я верю Что здесь Есть зрелые люди Которые принимают Решение сегодня Все цело Полностью Отдать себя Иисусу Положить себя На жертвенник Все что имеем Посвятить Нашему Господу Иисусу Он не останется Неблагодарным Дорогие мои Он иногда Хочет проявить себя В таких ситуациях Что Он верный Бог Что Он хочет Больше еще благословить Еще больше доверить Мне говорят часто Что я больной на голову Мне пишут Что мне психушку надо Потому что я проповедую Вот это слово И говорю о том Что мы должны жить Вечностью Но я говорю Господь Пусть еще больше пишут Это не громкие слова Я хочу всецело Отдать всю свою жизнь тебе Я хочу всю свою семью Все свои финансы Все ресурсы Все дары И силы Посвятить на служение Настолько быть с тобою близко Чтобы исполнить Все твои хотения На этой земле Чтобы возвратиться туда И не было стыдно Посмотреть Иисусу в глаза Я однажды видел Его глаза Я однажды был с Ним И я знаю Что мне еще раз придется Стать перед Его лицо И каждому из нас И дать отчет За отрезок времени Которое мы прожили На этой земле Во что мы инвестировали Свое время Во что мы инвестировали То что Бог доверял нам Я верю всецело Что есть зрелые люди Которые от многих вещей На самом деле откажутся И они захотят Исполнять Божью волю Они будут исполнять Божью волю И скажу вам последнее Люди с откровением О вечности Они инопланетяне На этой земле Их не понимают Они живут против течения Их не понимают Их критикуют На них сплетничают Над ними смеются Но Бог поругаем не бывает Что ты посеешь То ты пожнешь Давайте встанем На наши мамы Подними меня Дух святой Над землей Апостол Павел говорит О небесном помышляйте Мыслите об этом Это спасет вас Это расставит приоритеты Это принесет еще больше блага Еще больше плода Еще больше времени с Ним Еще больше исполнения Его воли Еще серьезнее посвящения Еще больше святости Еще больше страха Божьего в жизни Еще больше присутствия Его В нашей жизни Еще больше понимания Его сердца Еще глубже понимания Его Отец, мы перед тобой на том месте Ты сердцевидец Все открыто и обнаженно перед твоими глазами И только тебе мы дадим отчет наш Бог Дух святой Дух святой, просто прикасайся к каждому сердцу Испытай сердце наше, Бог, не на опасном ли мы пути Направь нас на путь вечный, Дух святой Ты, Господь, пастырь наш И мы ни в чем не будем нуждаться Ты покоишь нас на злачных пажетях И водишь нас к водам тихий Подкрепляешь душу нашу И направляешь нас на стези правды Ради имени своего И если мы пойдем долиной смертной тени Не убоимся зла, потому что ты с нами Твой жезл, твой посох Они успокаивают нас Ты приготовил трапезу ввиду врагов наших Умасил елеем головы наши Чаши наши преисполнены Моя молитва сегодня, Бог, так благость и милость Твоя Да сопровождает нас всю жизнь нашу А мы пребудем в доме Твоем многие дни Поклоняясь Тебе, созерцая красоту Твою Посвящая себя Тебе, отдавая себя Тебе Идти дальше и не уставать Ты тот, который не утомляешься Ты тот, который не изнемогаешься Разум Твой неисследим И люди, которые пребывают с Тобою Те, которые ожидают Тебя Те, которые в присутствии Твоем Они, Господь, обновятся в силе Они пойдут, они устанут, потекут Господь, Ты ободряешь нас Ты направляешь нас Ты ведешь нас дальше Ты ведешь эту церковь дальше Ты ведешь служителей дальше Бог мой, я верю Что то, что Ты приготовил Оно несравненно больше Чем то, что мы еще переживали, Отец И мы сегодня перед Тобою Помоги нам быть этим письмом Помоги нам без компромисса Служить Тебе Помоги нам быть зрелыми Помоги нам брать ответственность За то, что Ты доверил нам Во имя Иисуса Во время этой песни Если Бог говорит к Тебе Я чувствую сделать две молитвы Но первую молитву я хочу обратиться к людям Которых нету примирения с Богом Вы не уверены в спасении Если что-то произойдет с Вами сегодня Я не просто наговарю Это жизнь You never know Где Ты проведешь вечность Твой образ жизни Который Ты сейчас ведешь Если 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 Something will happen to you today Где Ты будешь? Где Ты будешь? Я сейчас говорю не только к людям неверующим Я говорю и к верующим Твой образ жизни Не слова, которые Ты говоришь Твой образ жизни, который Ты ведешь Если сегодня отобрать от Тебя дыхание Где Ты будешь? Мы сейчас будем поклоняться Если Тебе нужно примирение с Богом Мы первую молитву сделаем Я никого не буду вытягивать Я не вижу в этом никакого смысла Дух Святой работает с Вами В сердце Вашем Если это Вас касается Закройте глаза Не обращайте внимания Просто склоните колени свои здесь Выйдите из Ваших мест И идите к Иисусу навстречу Это Ваше время Это Ваше служение Это Ваш день Это Ваш сезон Это Ваше время Я с Богом сейчас Если Бог говорит к Вам И Вы знаете, что Вам нужно примирение с Богом Мы сейчас поклоняемся Просто проходите И склоняйте свои колени перед Иисусом Чтобы полностью отдать свою жизнь Ему Аллилуйя Мы благодарим Тебя, Дух Святой Мы благодарим Тебя, Дух Святой Аллилуйя Ты, Пастор мой Я ни в чем Не буду нуждаться Ты поклонишь меня На смачных ваших житях В годом тихий Водишь меня Господь Ты, Пастор мой Я ни в чем Не буду нуждаться Ты покоишь меня На смачных ваших житях К водам тихим Водишь меня Ты, Пастор мой Ты, Пастор мой Я ни в чем Я ни в чем Не буду нуждаться Ты покоишь меня На смачных ваших житях К водам тихий Твой жертву Твой жертв и твой постор Успокоят меня Господь Господь Ты, Пастор мой Я ни в чем Я ни в чем Я ни в чем Не буду нуждаться Я ни в чем Я ни в чем Не буду нуждаться Ты, Пастор мой Ты, Пастор мой Я ни в чем Где бы я ни в чем Ты, Пастор мой Ты, Пастор мой Где бы я ни в чем Не убоюсь я зла Твой жертву Твой жертв и твой постор Успокоят меня Помолитесь, Духом Церковь Помолитесь, Дух Святой Когда танцует сейчас На этом месте Дух Святой Производит свою работу В сердцах Ты, Пастор мой Армур 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда я находился над землей, я услышал огромный крик из земли Этот крик был настолько сильным, что я стал сам кричать Я не понимал, что это В тот момент Бог проговорил ко мне и сказал Я готовлю мою церковь, которую я приду взять из земли Это крик моего народа И потом Бог обратился ко мне и сказал Сын мой, сегодня у тебя есть возможность Быть в числе моего народа Я только хотел сказать Бог, кто твой народ Он сказал мне, народ мой Это те, которые исполняют мою волю Матфея в 7 главе написано Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное Но исполняющий волю Отца Небесного Луки 6, 46 Там написано Что вы кричите ко мне, Господи, Господи А не делайте то, что я говорю вам Я сейчас сделаю один призыв Который Бог побуждает меня сделать Не для младенцев И даже не к тем, кто только покаялся Может, это будет и к вам Но я знаю, что я сегодня делаю То, что Бог вкладывает внутри меня Я обращаюсь к людям, которые, как Моисей Которые пришли в возраст И вы стоите сейчас перед вещами И вы знаете, что вам нужно пойти дальше Но чтобы пойти дальше, нужно что-то оставить И я знаю, что это слово сейчас к вам К людям, которые посвящат себя полностью Господу Да, вы уже посвящали себя Да, вы уже служите, может быть Но сейчас это слово к вам Вы, придя в возраст Вы стоите перед другим сезоном вашей жизни Совершенно перед другим решением вашей жизни Вы отдаете себя навсегда и полностью Иисусу Христу Есть вещи, которые Бог сейчас говорит в ваше сердце Есть вещи, которые связаны в вашей жизни Я знаю, что Бог обращается к вам Будешь ли ты этим Моисеем? Сможешь ли ты посмотреть чуть дальше и выше? Сможешь ли ты Исполнять мою волю? Сможешь ли ты Не смотреть на людей, на их мнения? Сможешь ли ты оставить Многие вещи? Просто следуй за мной Кто эти люди? Кто эти люди, которые так говорят? Кто эти люди, которые так говорят? Что мы странники и пришельцы на этой земле Мы странники и пришельцы на этой земле Мы ищем Отечество Мы ищем лучшего Кто эти люди, которые принимают сегодня это решение? От вас зависит будет будущее этой церкви От вас будет зависеть будущее ваших детей От вас зависит будущее вашей семьи От вас зависит будущее служения Кто эти люди, которые так говорят? Кто эти люди? Джейзус. 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 Я знаю точно, что для некоторых это самый важный момент в вашей жизни. Самый и непростой, и важный момент в вашей жизни. Но я верю, что этих людей будет больше и больше и больше. По всему лицу земли, по всем церквям. Люди, которых Бог не будет стыдиться. Люди, которые вполне будут преданы Ему. Мы сейчас будем молиться, чтобы Бог дал вам помазание. Не опустить свои руки. Когда против вас будет много обстоятельств. Когда против вас будут родные, может и близкие, может и люди, друзья. Когда против вас будут многие ситуации. Вы могли пройти этот момент и идти дальше. Мы будем молиться, чтобы Бог дал благодать побеждать самого себя, свою лень. Чтобы Бог дал благодать не оправдывать свои компромиссы. Чтобы Бог дал благодать вам идти дальше за Ним. Молитесь об откровении о вечности. Молитесь о том, чтобы увидеть что-то дальше перед собою. Молитесь о том, чтобы Бог открыл вам эту завесу. Молитесь и просите Бог. Дай дух премудрости и откровения. Дай нам увидеть то великое и недоступное. Дай нам увидеть намного дальше, чем наши обстоятельства. Но дай нам увидеть и быть движим этим, быть захвачены этим по имя Иисуса. Дети Моисея, которые, придя в возраст, отказались от временного греховного наслаждения. Давайте склоним наши колени перед Богом, люди, которые вышли вперед. Я попрошу служителей и пастырей этой церкви просто молиться за этих людей. Бог запечатляет вас сейчас. Бог ставит свою печать. Вы отделены для Него. Вы посвящены для Него. Он имеет дело с вами. Ки мана сандалэ ребелэгам рабащи. Ки мана сайда я ламэ комбру боши тэя. Ки манна сайда я ламэ комбур боши. Jesus 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 My Lord My Lord We wait on You For Your Father Jesus For Your Father Jesus Holy Spirit We wait on You Holy Spirit We wait on You Holy Spirit We wait on You For Your Father 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 Holy Spirit Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 ты слышишь мой голос во имя Иисуса Будьте соленны, будьте соленны во имя Иисуса Христа. Будьте соленны во имя Иисуса Христа. Будьте соленны, во имя Иисуса Христа. В имя Иисуса. I love your grace In the name of Jesus Christ I command this sickness, go now And I speak healing in your body In the name of Jesus To be a restoration To my soul, God I love you To be a restoration To be a restoration Every broken heart Every broken heart By the blood of Jesus By the blood of Jesus By the blood of Jesus I love you I love you Jesus 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 Alleluia I love you 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 я а я драгоценную кровь и я я я драгоценную кровь и я я я я я я я драгоценную кровь и я 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